Приветствую вас. Давайте мы с вами разберём ваш вопрос, ваш текст. Я постараюсь рассмотреть все детали вашей ситуации. Скажу сразу, что, условно говоря, текст ваш можно разделить на две части. Первая часть это чисто сексуальные отношения, а вторая часть это, собственно, психологический аспект. И мне кажется, что начинать нужно с сексуального аспекта, потому что, во-первых, вы это ставите во главу угла, а во-вторых, как бы с этого начинается ваш текст, этому посвящена первая половина текста. Итак, нас ждёт в январе, так, будет год отношений. Проблема в том, что секс у нас бывает очень редко. У вас, получается, разные темпераменты. Вам нужен секс чаще, мужчине нужен секс реже. Но узнали вы об этом, я так понимаю, не сразу. Мужчина вам не сказал сразу. О том, что у него такое вот либидо. Даже не буду говорить, что оно понижено, да, просто мужчина не сказал. Ну, следовательно, возникает вопрос. Ага, если не сказал, то почему не сказал? То есть он, получается, в первые месяцы пускал пыль в глаза вам, а потом проявил своё истинное лицо. Ну, это не очень порядочно, мне кажется. То есть он начал объяснять вам, почему у вас нет секса, да, только тогда, когда, да, что это делал? Только тогда, когда вы знали жить вместе. То есть, по сути, вы уже к нему переехали, да, вы уже связали свой быт с ним, пока ещё вы не женаты, да, но связали свой быт с ним. И вот тут он начал вам раскрываться, да, показывать свои, так сказать, особенности. Вот. А до этого он не показывал, то есть скрывал, то есть пытался казаться, а не быть. Не понимаете. И люди, которые пытаются казаться, а не быть, они, конечно же, не принимают себя. Себя, они, конечно же, имеют заниженную самооценку. Так, значит, секс какое-то время был ежедневно, потом его постепенно стало меньше, я воспринимал это как само собой разумеющий цветап отношения, но когда секс у нас стал раз в месяц, я начала потихоньку бить тревогу. Как именно? Понимаете, вот потребности у всех на самом деле действительно разные. Да? Вот. Я попробую привести вам пример, чтобы было понятнее. Вот представьте себе, что я готовлю еду. Я готовлю вкусную еду. И готовлю я еду для вас и для себя. И когда я хочу есть все время, ну или часто, я готовлю ее все время и вы со мной едите. А когда я не хочу есть, я не готовлю еду для вас. Несмотря на то, что знаю, что вы хотите, несмотря на то, что знаю, что вы голодны. Вот. И вы страдаете из-за этого. То есть, вопрос здесь в подходе. Мужчина не хочет секса? Ну, это ладно. Действительно, мужской либидой зависит от, там, успешности, от самооценки, да? И так далее. Это правда. Но если ты не хочешь секса, ну, знаете, твоя женщина хочет, женщина имеет право на это. Женщина имеет право получить свое удовольствие, наслаждение, разрядку в конце концов. Для здоровья полезно, да? Вот. И, если, как вы говорите, человек любит вас, то он мог бы вас удовлетворить. Просто удовлетворить. Не обязательно классическим сексом, если он вас любит. Возникает вопрос, предлагали ли вы ему это или нет. Если он отказался, возникает сомнение в том, что он вас любит. И тогда возникает сомнение вообще, ну, в основах ваших отношений. Далее. Вы пишите, мне как женщине было неприятно получать отказы, когда я была в игривом настроении. Это сильно било по моей самооценке. Вот здесь уже разговор идет о вас. То есть, вы отказ мужчины воспринимали на свой счет. По какой причине вы воспринимали отказ мужчины на свой счет? Считали ли вы себя, не знаю, некрасивой, непривлекательной, несексуальной в этот момент? Вот. Это уже из области психологического аспекта. Конечно. То есть, ну, если уверенная в себе женщина, да? Значит, предлагает мужчине своему заняться сексом. А мужчина, значит, ну, не реагирует, не отвечает, не высказывает желание взаимного к этому. То женщина, если она уверена в себе, она понимает, что проблема как бы в мужчине, не в ней. Но у вас, вам было неприятно. Причем, судя по всему, вы считаете это нормально. Что-то вам все было неприятно. И вот здесь возникает вопрос о том, какие у вас личностные проблемы. И не используете ли вы хотя бы отчасти секс для того, чтобы самоутвердиться, для того, чтобы доказать себе, что вы, ну, достойный, что вы привлекательный, что вы сексуальный и так далее, и так далее, и так далее. Дальше. То есть, ваша самооценка, да, если она здоровая, она не зависит от отказа у кого-либо. Не зависит. Потому что, уверенная в себе женщина знает, что она привлекательна. Вы, получается, в этом сомневаетесь. И вопрос заключается в том, откуда идут сомнения. Каждый раз молодой человек объяснял, что у него всегда так было во всех отношениях, что ему чаще, чем раз в месяц. Не надо. Хочу отметить, что мне 26 и 28. Молодые, здоровые люди. Я уходил за собой. Хорошо одеваю. Тератичное белье пробовал. Другие всякие впечатления. Ну, дело определенно не в этом. Вот. То есть, нет. Ну, конечно, если бы вы этого не написали, то можно было бы предложить. Но шансов на то, что это как-то поможет мало. Потому что, ну, значит, ну, кроме того, что либидо – это просто либидо, да? То есть, это такая характеристика человека. Вот. Физическая, физиологическая. Вот. Кроме этого, так еще и то, что у мужчины есть целая своя такая теория, да, которая объясняет, что на всех отношениях у него так. Дальше. Молодой человек, как я уже рассказал, что в предыдущих отношениях его девушка очень сильно переживала из такой его особенности. Я угонял его по врачам, ему до сих пор тяжело вспоминать, через что он там проходил. Ну, вот здесь, конечно, момент-то момент интересный. Такое впечатление, что вашему молодому человеку нравится быть жесткой. Такое впечатление, что вашему молодому человеку нравится чувствовать себя вот в этом состоянии. Состояние несостоятельности и подавленности. Такое ощущение, что он как бы к этому состоянию стремится. Ну, потому что судя по тому, что вы далее описали, мужчине все-таки как-то вот тяготеет мужчина к такому вот состоянию. Что оно ему дает? Какая у этого вторичная выгода? Конечно, нужно разбираться, но исходя из того, что знаю я, например, люди таким образом позволяют себе снимать ответственность в себя, что делает от счастья ваш мужчина и позволяют себе себя жалеть. Вот. Что опять же идет из детства. То есть, как правило, таких людей либо очень сильно баловали, что реже, либо обращали внимание только тогда, когда ему было плохо. Что чаще. Так. Значит, в итоге они именно из-за этого расстались после долгих врачебных манипуляций и для него травматически ничего не изменилось. Здесь, конечно, очень действительно деликатный момент. С одной стороны, вы у него, я понял, не первая девочка, вот, и отношения у него не первые с вами. И заметьте, во всех отношениях женщина не удовлетворена. То есть, он выбирает себе такую женщину, у которой либидо больше, у которой либидо сильнее, у которой явно активнее его постель секса. Возникает вопрос. Случайно ли происходит такой выбор? Ответ нет. Такой выбор происходит не случайно. У этого есть своя мотивация. Какая? Ну, сказать сложно. Иногда пассивный партнер будет больше тяготеет к активному. Иногда пассивный мужчина делает себе галочку, что он, значит, ну, покорил или овладел более активной женщиной. Иногда пассивному мужчине или не очень активному в сексе, важно доказать себе, что он может соответствовать уровню сексуально активной женщины. Вот. Иногда сексуальная активность женщины дополняет сексуальную неактивность мужчины. Но то, что это не случайно такой выбор, это очевидно. Быть может, все это обусловлено тем же, почему мужчина периодически испытывает себя, испытывает состояние подавленности жертвы и так далее. Вот. Вы можете посмотреть эту игру. Она называется «Тупик», психологическая игра, называется «Тупик». Вот. «Там есть кое-что про вашего молодого человека». После этого откровения мне на какое-то время стало легче понимать его особенности и стало легче воспринимать такой распорядок. Ну, здесь тоже деликатный момент. С одной стороны. С одной стороны. То, что вам было тяжело его воспринимать, говорит о проблемах, которые я озвучил рану. Ибо в норме при здоровых отношениях вы просто принимаете человека. Вот просто. Вот принимаете его и все. И не воспринимаете на свой счет то, что происходит. Если воспринимаете, значит принимаете в себе. У нас есть какие-то внутри личностные проблемы. Вот. С другой стороны. Ну, как бы, полнота картины дает знания и облегчает напряжение, но не до конца. Потому что, если есть проблемы у вас, то, соответственно, они дадут о себе знать, рано или поздно. Так. Секса у нас стало в два раза больше и больше. Не очень я понял почему. Да? То есть. Получается, два раза в месяц у вас был секс. Да? Только потому, что вам стало легче понимать его особенности. Вот. То есть, мужчина выговорился, вы приняли его, мужчина расслабился, секс стало больше. Секс у нас довольно тяжелый период. Он в конце сентября лично заработал. Ага. Недавно, в конце ноября, нашел другую. Но она ему не нравится и ходит он не исключительно потому, что ему передо мной неудобно, что я покупаю продукты и вкладываюсь в наше существование. Да. Забавно вы, конечно, это написали. Вы знаете, ну, вот здесь, конечно, есть определенная несвобода. Определенная несвобода есть в контексте мужчины, потому что, если вы вкладываетесь по деньгам, да, в бюджет семейный, ну, вообще-то так и должно быть. То есть, это нормально. И да, это может быть и неприятно для мужчины. Может быть. Это может быть неприятно для него неприятно. Но, это нормально, потому что все-таки вы спутница жизни его, и вы, как я понимаю, его партнер, и вы, как я понимаю, в общем-то, являетесь для него, ну, равным партнером. То есть, у вас равные отношения. Вот. Что в целом нормально. И тяжелые периоды, они бывают у всех. Вот. И воспринимать вашу помощь, опять же, здоровый человек монет адекватно. То есть, ну, он вкладывается, когда монет, вы вкладываетесь, когда монет. Правда? От мужчины требуется только одно. Искать. Искать работу. Какую-то работу. Да, искать ее. И все. А здесь получается так, что мужчине неудобно перед вами за то, что вы вкладываетесь. И он ходит на работу только потому, что ему неудобно, при этом пребывая в депрессивном состоянии, вгоняя в депрессивное состояние вас, и, соответственно, ухудшая ваше сексуальное отношение. И как бы здесь не было такой позиции, что мужчина специально, пусть и подсознательно не осознавая этого, специально выбрал такую модель поведения, чтобы не заниматься с вами сексом. Ну, есть у людей, есть у людей такая проблема, что они могут бояться сексуальной близости, интимной близости. Вот ваш мужчина может бояться интимной близости, а может боиться духовной близости. Кто знает. Но его поведение, оно, его выбор очень похожий на игру «Я не старался», да. А многие психологические игры преследуют цель именно закрыть лазейку для интимной близости. Так, мы оба пребываем в депрессивном состоянии, пишите вы. Ну, ладно, мужчина в депрессивном состоянии прибывает, это понятно почему. Хотя, если честно, даже здесь ясно далеко не всё. То есть, ну, грубо говоря, уходит он на нелюбимую работу. Хорошо. Но кто ему мешает параллельно искать любимую? Или кто ему мешает заниматься любимым делом просто так, это бесплатно, кто знает. Может быть, потом это начнёт доход приносить, приносить. Здесь, конечно, тонкий-тонкий момент. А вот вы в депрессивном состоянии почему пребываете? Это большой вопрос. Вы пишите, он сильно переживает. По поводу чего? Очень закрывает, отменяет окружающего мира, постоянно играет в компьютер, смотрит видео в телефоне в всё свободное время. Вот это механизм избегания. И это ваш мужчина. Так он справляется с проблемами. Так он их решает. Путём избегания и закрытия. Смотрите. Посмотрите на него. Это ваш будущий муж. Возможно, отец ребенка. Уверены, что хотите такого мужчину? Нет. Если он обратится к психологу и проработает с ним, возможно, что-то изменится. Но на данный момент это не самый надежный человек. Вы пишите, мне вдвойне тяжело, потому что секса у нас не было уже два месяца. А вдвойне тяжело это всё значит. То есть, ну понятно. Одна половинка тяжести это из-за секса. А другая из-за чего? Когда я завожу эту тему, он говорит, что проблемы только у меня, ему из-за секса не надо, у него проблемы нет. Это эгоизм. То, что происходит, это эгоизм. И это нельзя назвать любовью. Потому что любимый человек хочет есть. Да? Как я приводил пример. Я не готовлю ему. Я не готовлю ему. Только потому, что я не хочу есть. Сам. Справедливо это? Да, это справедливо. Если у меня нет никаких чувств. А если у меня тюрьма есть, это несправедливо. Потому что я вижу, что любимый человек страдает. Что делает мужчина? Мужчина циклится на себе. Мужчина избегает. Любовь это отдача. Но не забирание. Мужчины же требуют от вас чего-то. Но на духовном уровне, скорее всего, есть попребность. Но попребность невротического. В плане того, что невротик не может попросить. Он не может изъявить желание. Он закрывается и избегает. И злится. Вот. Получается так, что ваш парень, да? Он-то по сути не тот, чтобы вас не любит. Просто он за счет вас волей-неволей решает свои проблемы. Вот. Я понимаю, почему он так говорит. Ему проще переложить ответственность, чем что-то изменить. И еще раз повторю. Таким мужчиной вы будете встречаться дальше. От такого мужчины вы хотите ребенка. Я понимаю, почему он не хочет заниматься сексом. У него нет дохода. Ему не нравится его работа. Он чувствует себя несостоящим, как мужчина. Поэтому любили в него совсем упало. Опять же. Опять же. Мужчина это восприятие себя. Это не работа. Это не доход. Это восприятие себя. Почему? Потому что работа и доход не всегда зависят от нас. Не всегда. Большей частью зависит, но не всегда. Понимаете? Вот. Смотрите. Вы говорите. У него нет дохода и ему не нравится его работа. Его работа. Но он выбрал. Он выбрал работу эту. Он выбрал эту работу. Он на нее ходит. Это его выбор. Делая выбор, он думал о вас? Нет. Он думал о себе. Только о себе думал мужчина, когда выбирал нелюбимую работу. Почему? Потому что он знал, что ему будет неприятно. Он знал, что он будет переживать. И он знал, что вы из-за этого тоже будете переживать. Знал ли он о том, что из-за этого у него меньше лебида? Да, знал. Лебида. Да, знал. И он это позволил. Зная, что вы будете от этого страдать. Опять. Я вижу это так, что это эгоизм. И я вижу так, что у вас есть какие-то основания это все терпеть. То есть вот, как бы, эм, ну, в некоторой степени, знаете, немного по-детски думать, что это любовь. Это не любовь. Может быть там любовь есть, но это не чистая любовь. Это не… Это любовь с примесами. С большими примесами потребности мужчины решать свои собственные проблемы за ваш счет. Дальше, значит, так. Что делать мне? Первое, что делать, это договориться с мужчиной, что у него могут быть какие угодно проблемы, но секс вам нужен. Либо он удовлетворяет вас, либо вы будете удовлетворять сами себя, либо вы сомневаетесь в перспективе национальных отношений. Вот. Кстати, как вопрос вопрос с самоудовлетворением обстоит? Не можете, не хотите? Запрет. Запрет. Вот. Я не ощущаю себя женщиной. Опять же. Опять же. Знаете, не обязательно заниматься сексом, чтобы чувствовать себя женщиной. Чувствование себя женщиной происходит вне зависимости от того, есть ли у вас секс или нет. И происходит так, что мужчины себя мужчиной не чувствуют. И вы, и женщины, как, и вы, и женщины себя не ощущаете. Постоянно. На постоянной основе. Вот. 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 Два неуверенных в себе человека, и вот, что происходит. Мне ужасно больно получать отказы, ужасно тяжело каждый вечер думать, будет ли сегодня секс или нет. А почему именно вечер? Может быть, имеет смысл спонтанно? Вот. Попробуй. Ну, как вариант. И, как вариант, все-таки, все-таки договориться с мужчиной. Больно получать отказы. В чем, в чем боль? В чем боль? Откуда эта боль взялась? Она ведь взялась не от возраста молодого человека. Она идет из более раннего периода. Боль возникает, когда вам указывают на вашу неуверенность в себе. Ну, как, знаете, открытая рана. Вот, если на нее нажать, да, или коснуться, она болит, потому что она уязвима. Вот и вы и так же. Когда вы касаетесь своей уязвимости, вам больно. А уязвимость откуда взялась? Психологическая уязвимость возникает от неправильных решений и неправильных понятий о себе. Это можно изменить. Дальше. Я хочу стать матерью, но как я и стану, если мой мужчина не занимается со мной сексом? А зачем вам становиться матерью? Тоже для того, чтобы почувствовать себя женщиной? Ребенок не даст вам возможности почувствовать себя женщиной. Наоборот. Женщиной вы будете чувствовать себя еще меньше. Нельзя заводить ребенка, используя его как средство для чего-то, ну, себе. Как средство для использования чего-то для себя. Нельзя. Ребенка можно заводить только, когда вы готовы по целикому полностью отдавать. Как женщина, я несчастлива, председатель. Опять же, у вас очень много этих как женщин. Как женщина, вы не зависит от мужчины. Как женщина, у вас есть свой собственный образ, есть свои потребности. И есть четкий готовый план на случай, если эти потребности не удовлетворяются. А у вас этого плана нет. И, соответственно, возникает вопрос, что, а, либо вы хотите быть несчастной по тем же причинам, почему мужчина стремится к подавленному состоянию, то есть глубине души вы боитесь, боитесь интимной близости, боитесь ее. Вот. Либо вы просто не желаете брать на себя ответственность сами. То есть вы мужчине говорите про мужчину своего, что он не берет ответственность. А на самом деле ответственность не берете вы за себя. Да. Я даже переживаю, что мне на этой почве начнутся проблемы по женской части. Ну, не знаю, здесь надо к медикам, но у мужчин таких проблем точно-точно нет. То есть у мужчины нет проблем, что от воздержания могут начаться какие-то проблемы по здоровью. А я не могу просто так взять и бросить человека, ведь я люблю его. А как вы его любите? Как вы его любите? Кроме того, вы видите, что он с вами несчастлив. Пошлите. Так поступите как любящий человек. Опустите его сейчас. Это не директива, это просто информация для размышления. Вы видите, вы любите человека, вы хотите, чтобы он был счастлив. Вы видите, что с вами он несчастлив. Отпустите его. Дайте ему возможность может быть побыть одному, чтобы он раскрылся, встал на ноги и так далее. Если любите. Или подумайте, что для вас значит любовь. Потому что, когда вы говорите, что я не могу просто так взять и бросить. Про любовь здесь речь не идет. Я не могу. Значит, у меня стоит блок к любви, к отношению ними. Либо чувство вины, либо привязанность, либо перенос какой-то родительской фигуры. Вот. Дальше. А я вижу, что он любит меня. Потому что он действительно переживает из-за того, как влияет на меня. Он переживает из-за того, как он влияет на нас, но все равно продолжает влиять на вас. Как-то это очень, знаете, ну, неубедительно. Неубедительно это. Как бы это все не было либо показухой, либо, ну, может быть что-то и есть, но не достаточно сильно, чтобы что-то менять. Иначе мужчина давно бы обратился к психологу, как это сделали вы. Вот. Подскажите, что мне делать. Что делать, чтобы что? Определите цель. Если хотите мужчину поменять, это одно. Если хотите себя поменять, это другое. Ну, в себе что-то поменять, это другое. Если секса хотите, это третье. Подумайте, что делать, чтобы что, какая цель, какой приоритет. Уже исходя из этого можно будет вам давать какие-то рекомендации, можно будет работать. Вот. Но однозначно могу сказать, что с болезненным принятием отказа, с тем, с чувством себя женщины, да, с ощущением себя женщины. Нужно работать. Потому что это то, что вы пытаетесь за счет своего мужчины компенсировать, видимо. А это не является правильным. Да, и, ну, конструктивным точнее. И с желанием быть матерью. Тоже, тоже. Потому что матерью хотеть, ну, быть, можно весьма и весьма относительно. Относительно. То есть, вы можете быть не против быть матерью. И вы можете хотеть ребенка для того, чтобы все ему отдать. Да, то есть, просто вот, я пожелаю для себя, я хочу детей. Я хочу ребенка, хочу подарить ему свою любовь. Это да. Но важен в случае, когда вы подавлены и когда вы не уверены в себе. Вот. Ребенок выступает как средство. А это недопустимо для ребенка. Ну, это все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.